Уже не первый год зима в областном центре теплая, потому велолюбители не могут отказать себе в удовольствии прокатиться с ветерком даже в декабре. А устойчивый плюс на термометре только добавляет решительности. Это большое заблуждение, что зима является каким-то камнем преткновения для велосипедистов. Катайте, соблюдая какие-то определенные элементарные нормы. Это защита рук, защита голеностопа, защита коленей. То есть такие уязвимые места, которые у велосипедистов во всесезонье страдают, если не соблюдать правила. Но если хорошо их укутать правильно, то вам зима никак не помешает. Кроме того, для зимней езды нужно подготовить и велосипед. Если с машинами все просто, необходимо только сменить резину, то для подготовки велосипеда потребуется больше времени. Тщательнее смазывать цепь, перед каждым выездом проверять исправность деталей, а также необходимо заменить покрышки на те, у которых протектор выше. Соблюдая все эти правила, можно вообще не закрывать велосезон, что и делают участники информационно-просветительского учреждения «Завелобрест». К слову, не прекращают они не только кататься на велосипеде, но и проводить образовательные программы. Мы скоро запускаем тренинги для учителей, тренинги по безопасному велосипеду. Мы будем обучать учителей, которые в своих школах будут деток обучать безопасной езде на велосипеде. Это не безопасная езда, а правила дорожного движения, указы на ошибки, которые дети совершают при пользовании велосипедом. Это все самое главное для того, чтобы сохранить ребенку здоровье и комфорт, передвигаясь на велосипеде. Активисты надеются, что такая образовательная площадка подтолкнет детей, а может замотивирует их родителей пересесть на экологичное средство передвижения. Продолжение следует...